Вести продолжают серию репортажей к юбилею радио ГТРК Татарстан. Его отметили на неделе. 85 лет назад прозвучали первые позывные. Солидную дату, как и положено ценителям своего дела, наши коллеги отметили на работе. Сегодня мы расскажем о тех, кто также профессионально делает новости, аналитические и художественные программы, но всегда остается за кадром. Чем запомнился праздничный эфир, расскажет Карина Насрудинова. Шесть раз в сутки, семь дней в неделю. В будни и в праздники знакомые голоса дарят настроение всем, кто настроился на радио Татарстана. Репортажи, авторские программы, аналитические обзоры. Ежедневно за эфирами следят сотни тысяч слушателей. Амина Мустафина вместе с радио Татарстана более полувека. Признается, оно было голосом надежды в годы войны и в нелегкое послевоенное время. Сейчас радиоволны доносят до нее важные политические новости. Пенсионерка старается не пропускать ни одной передачи. Я не хочу других там что-то унизить или что-то, но хочу выделить именно вот это радио Татарстан. Там замечательные люди работают. Передача не только нравится. Я могу сутки меня не спать, а слушать. Впервые татарстанское радио заработало 7 ноября 1927 года. Голоса первых дикторов, а их было всего 4 человека, раздавались на всю республику из театра татарской драмы. Сейчас это театр Тенчурина. Во главе эфира стоял легендарный писатель, общественный деятель Шамиль Усманов. Спустя десятилетия радио Татарстана остается на волне успеха. Для такого слушателя, которому интересен хороший серьезный разговор, для того, кто интересуется жизнью во всей ее полноте, для них существует наше радио. Мы по-прежнему работаем в формате классического радио. День рождения не внес корректива в график. Юбилей коллектив радио встретил в рабочей обстановке. Начался день с утреннего прямого эфира, куда пришли те, кто посвятил жизнь работе. Создавать праздничную атмосферу в студии им помогали слушатели. Шквал звонков, они дают оценку, они с нами, мы с ними. Резервов много, стремлений много, люди работают, энтузиасты. Вот я лично очень рад, что нас слушают. У нас есть свои слушатели. Это очень приятно. Значит, мы не зря работаем. География радио Татарстана не знает границ. В редакцию приходят сотни писем из Италии, Аргентины, Японии и Китая. Не перестают их радовать опытные дикторы и те, без кого не было бы эфира. Редакторы, продюсеры, звукорежиссеры и звукооператоры. В сетке радиовещания более 20 передач на русском и на татарском языках. Новости, детские, молодежные, музыкальные программы. Что послушать, найдет каждый. За несколько десятилетий изменилось многое. Неизменным осталось лишь одно правило. Тот, кто однажды настроится на волну радио Татарстана, останется с ним навсегда. Карина Насруддинова, Равкадзиадзинов, Айдар Кунафин. Вести Татарстан.